Продолжение следует... Спасибо всем, кто пришел. Это уже как бы традиционно. Библиотека Бередникова для меня как родная. Это уже, я так полагаю, третья презентация моих новых книг. Так что я к вам прихожу со всеми последними новинками. Вот эту книгу подарю тоже вам. Я ею попользуюсь, поэтому вскрыл, потому что остальные запечатаны. Кстати, всем хочу сказать, что принес некоторое количество экземпляров. И еще остались старые книги из моего урожая на русском языке. На русском у меня вышло мало. Вот совсем немножко. Вот первой книги стихов нет. Она уже распродана полностью. Вот она есть. Можете почитать в библиотеке. Ну давайте начнем. Все началось очень давно. Если тут быть точным, 48 лет назад. А если быть еще более точным, в 1963 году, то есть гораздо раньше, когда я еще ходил в школу, в 1963 году в Ленинграде, в Ленинградском доме писателя, был открыт устный альманах впервые на русском языке. Название альманаха впервые на русском языке. Его придумал профессор Герценовского пединститута Ефим Григорьевич Эткинт, доктор наук, профессор, крупнейший специалист в области поэтического перевода. Вот в 1974 году я имел честь познакомиться с ним лично, благодаря моей хорошей знакомой, поэтессе Барду, можете найти ее на ютубе, Дина Лукьянец. Она сама родом из Барнаула, приехала в Питер в 1973 году, в сентябре, на два года аспирантом в Герценовском институте. И попала она в группу аспирантов именно к Ефиму Григорьевичу. Такой был человек, выдающийся, красавец, высокий, по два метра ростом, черный, кудрявый, это ему уже было немногим больше 50 лет тогда, и с хорошо поставленным голосом, умеющий говорить и преподнести все. Я вам это говорю как на духу, потому что я специально ездил на его лекции в Герценовский пединститут. Там меня пропускали, и я сидел вместе с этими девочками, которые на перерывах выходили кучей дымить на лестнице студентки. Он им преподавал французскую литературу. И я слушал его лекции о Ронсаре, об Альфреде де Лавиньи, замечательный писатель средневековья французского. Великолепные были лекции. Так вот, это было в 74-м, в 73-м, а в 63-м, за 10 лет до этого, он открыл этот альманах впервые на русском языке. К нему ходили, я читал в литературной России очерк Константина Азадовского об этом альманахе. Он пишет, ходили на Эткинда. Ходили на Эткинда. Что такое был этот альманах? Это было два часа удовольствия. По 20 минут каждый из выступающих представлял свои новые переводы на русский язык. И в зале, зал там в доме писателя небольшой, человек на 60, в зале сидели тоже переводчики в основном. Маститые люди. Знаете, я когда пришел, я увидел там впервые и услышал Михаила Донского, который перевел, в частности, «Собаку на сене». Вот этот перевод вы видите в фильме с Боярским, да? Вот. И там те куплеты шуточные, которые Джигарханян поет в своей роли, вот полюбилась мяснику блондинка и так далее, это он написал. Михаил Донской. Этого у Лопедовега нет. Вот. То есть, великий человек был. И таких людей там было очень много. В том же 63-м году Ефим Григорьевич пригласил на этот альманах Иосифа Бродского. Это было первое выступление Бродского, первое появление на публике. В 63-м году ему было 23 года, и он представил свои переводы с польского, польского поэта Станислава Долчинского. И они были приняты на ура. Собственно, с этого началась слава Иосифа Бродского. Его узнали. В 74-м году Дина, лукенец, которая познакомилась с Ефимом Григорьевичем лично, почитала ему свои стихи, естественно, не применила. Он послушал, ему понравились, попела ему своих песен, в общем, завоевала авторитет у него. И она предложила ему сделать, то есть там на этом альманахе, впервые на русском языке, вот эти 20-минутки назывались страницами. Вот она предложила ему сделать страницы, посвященные эсперанту. Состоялось две таких страницы. Первая страница была посвящена переводам русской поэзии на эсперанту. Эту страницу представляли два человека. Профессор Семен Новымович Подкаминер из Ленинграда. И Владимир Владимирович Самадай, главный редактор арабского издания газеты «Московские новости». Переводчик, поэт, замечательный человек. Семен Новымович рассказал вообще об эсперанто. А Владимир Владимирович представил переводы Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других русских поэтов на эсперанто. То есть он читал параллельно русские тексты и тексты на эсперанто. Это всем очень понравилось. Вторая страница состоялась через месяц. И это уже была страница наша с Диной. Мы ее готовили. Мы должны были представить поэзию эсперанто. То есть перевести поэтов, которые пишут на эсперанто, на русский язык. Задача была, я еще тогда не имел такого опыта, какой у меня сейчас в голове, сконцентрировался. Переводили. Она перевела очень много стихотворений разных. Я перевел, отбирал программу для этих 20 минут. Сам Эдкин. Мои переводы, допустим. Я перевожу. Был такой поэт эсперанский корольчик, Станислав Корольчик. Он на эсперанто писал. Я отдаю. Он даже не критикует Эдкин. Мой перевод. Он смотрит, говорит, плохой Некрасов. Не будем. Плохой Некрасов. И вот так каждому. Но в конце концов мы отобрали переводы Дины, переводы мои. По нескольку штук. Там сколько можно прочитать. Мы же еще рассказывали об этих поэдах. Вот немножко. И представляли их произведение. И состоялась эта страница. Очень тепло было принято. Там оставляем мы 2-3 минуты на вопросы. Было несколько вопросов от этих вот китов, перевода, маститых переводчиков. Было несколько интересных вопросов по поводу эсперанто и возможностей творчества на нем. Но об этом я буду говорить дальше. А что касается Ефима Григорьевича Эдкинда. В том же 1974 году, в сентябре, его выгнали из Советского Союза за то, что он написал предисловие к первому изданию архипелага ГУЛАГ Александра Солженицына. Он дружил с Солженицыным, написал предисловие и за это поплатился. К сожалению, поплатился не только он. Собственно, он здесь читал лекции в Герценовском институте. Там его тут же пригласили читать лекции о русской поэзии в Сарбонне. Он читал лекции в Сарбонне, он писал книги, книги писал на русском языке. Они потом были изданы здесь, когда это стало возможно. А пострадали его ученики, потому что разогнали и эту группу, которую он вел, аспирантов. И студенты его их передали другим преподавателям. Но книги его были изъяты из библиотеки Герценовского института, из других библиотек. Я не знаю, может быть, что-то сохранили, потому что у меня бы рука не поднялась, такие книги выбрасывать. У меня есть его книга, подаренная им. Она называется «Русские поэты-переводчики от Тридьяковского до Пушкина». То есть, старая школа наших переводчиков. Книга читается как роман. Великолепная книга. У меня есть еще несколько книг, которые я купил позже. То есть, уже в эти годы, в 2000-е, они вышли у нас в Питере. На Невском книжной латвы писателей можно было их купить. Но вот эти люди лишились. Дина уехала к себе в Барнаул. Пришлось ей по новой поступать в аспирантуру в Московский институт языкознания. Ну, она девочка. Сейчас уже ей столько же лет, сколько мне, примерно. А тогда она бойкая была, и талант у нее. Она поступила в аспирантуру Московского института иностранных языков. И в 83-м году, это представляете, в 74-м, в 83-м году только она защитила кандидатскую диссертацию. А я занимался другими делами, писал другие вещи, переводами не занимался. В общем-то, те переводы, которые у меня были сделаны к этой странице альманаха, впервые на русском языке, они у меня были на бумажках, черновиках, они где-то лежали в шкафах. И вот совершенно недавно, года полтора назад, я выступал в Москве. Там друзья пригласили меня выступить. Есть такой Виталий Белкин, писатель, юморист. Он организует встречи с теми, кто пишет стихи, прозу, песни, такие юмористического содержания. Эти встречи набирают человек по 200, по 300 там в Москве. И он узнал обо мне от моих друзей, попросил меня выступить. Я, когда был в Москве, выступил там. И я для этого подготовил у меня, собственно, моих таких стихов, которые там можно прочесть, темористических, совершенно немного. И я нашел несколько своих переводов старых. Туда же их распечатал и там представил. И ко мне подошел один товарищ и сказал, а что, много людей пишут на эсперанто? Нет, ну, достаточно много. А вы не хотели бы, вот у вас хорошо получается, не хотели бы представить эсперанскую поэзию русскому читателю? Нет, ну, знаете, я над этим не думал, в общем-то. И можно, в принципе. Ну, как-то эта идея запала мне в голову, и я начал немножко этим заниматься. Собирать материал. То есть, у меня было несколько десяток другой книг на эсперанто, вот этих поэтов, которые пишут именно на этом языке. Но пришлось еще покопаться в интернете и попросить, чтобы мне прислали книги. Одним словом, я приступил к работе. И вот результат этой работы, вот эта вот книжечка, она называется скромно «Малая антология поэзии эсперанто». Ну, я вам ее дальше представлю, а пока я хочу вам сказать несколько слов о другом. Что такое эсперанто? Я вам скажу только, что это плановый язык, разработанный вот этим вот человеком, Людриком Замингофом. Собственно, был разработан проект этого языка. Он выпустил первую книжечку в 1887 году. Мы можем гордиться тем, что автор, создатель эсперанто был россиянином, потому что книжечка эта вышла, первая книга вышла на русском языке, то есть проект для русских. Потом появилась для англичан, для поляков, для французов эта книжечка, уже с пояснениями на этих языках. Но первая была на русском языке, а сам он жил в Варшаве, учился в московском университете, который сейчас государственный имени Ломоносова. И Варшава тогда относилась к Российской империи, насколько вы помните. Вот. Потом, после выхода этой книжки, он, кстати, там опубликовал в этой книжке такой вот корешок, талончик. Там было написано, я, ниже подписавшийся, обязуюсь изучить язык, предложенный доктором эсперанто. Вот, как он себя назвал язык, просто назывался международный язык, а он выпустил книжку под псевдонимом доктор эсперанто. Вот, я обязуюсь изучить язык, значит, предложенный доктором эсперанто в качестве международного. Если еще 10 миллионов человек, обязуется сделать то же самое. Вот. Ну, такая задумка. Ну, тут ему начали, эта книжка начала почему-то быстро распродаваться. Ему начали поступать письма, а зачем ждать, когда 10 миллионов наберется? Мы уже учим. И через, буквально через полгода посетил его в Варшаве, пришел к нему домой человек, поэт, которого звали Антоний Гробовский. И заговорил с ним на эсперанто. Вот это, можно сказать, была первая беседа. Антоний Гробовский, он писал на польском языке, впоследствии был известным поэтом, впоследствии перешел на эсперанто. Он был практически создателем тогдашней школы эсперанто-поэзии. И я, в общем-то, горжусь, что вот одна из моих книг, она вышла и на русском языке, «Десять дней капитана Постникова», за эту книгу я получил в 2004 году премию имени Антония Гробовского. Вот, от Всемирной ассоциации эсперанто. Но, на самом деле, начал писать, вы понимаете, вот Заминбов, я не знаю, это не хитрость, это предусмотрительность, наверное. Он вообще предполагал, что его язык будет служить в первую очередь для общения деловых людей. Коммерсантов, банкиров, еще кого-то. Но, в этой же книжечке, тоненькой своей первой, он напечатал первое стихотворение на языке эсперанто. Он сам его придумал. И так что он положил начало стихотворения очень даже неплохое. Оно было приведено и на русский, и на многие другие языки. Оно отнесено к классике эсперанто-поэзии. Но, что представляет из себя эсперанто? Это язык, построенный на базе, он не искусственный. Он такой же искусственный, как все другие языки мировые, потому что они складывались веками. Эсперанто живет около 150 лет. И все это время этот язык развивался, как живой язык. То есть у него появилось много последователей. Если сказать, то начиная от нашего Льва Николаевича Толстого и заканчивая нынешними Нобелевскими лауреатами. Есть несколько фамилий людей, которые говорят на эсперанто, а также президентами многих стран. Вот Иосиф Бростита говорил на эсперанто свободно, бывший президент Австрии Франц Йонос говорил на эсперанто свободно и прочее. Язык, то есть язык, он есть язык. Он развился так, как развиваются живые языки. Но он рост в изучении за счет чего? За счет чего можно упростить языка? За счет лексики никак. Потому что все предметы, которые находятся перед нами, все понятия, воздух, земля, небо, они должны иметь свое значение в любом языке. Иногда даже ни одно значение в арабских языках, для того, чтобы назвать верблюда, существует 40 слов разных. Ну и у нас есть синонимы, да? Вы можете сказать конь, жеребец, лошадь и прочее, да? Так что лексику можно упростить, но очень немного. Можно упростить грамматику, можно упростить правила чтения. Вот в эсперанто это так и сделано, значит. Вот, допустим, в английском языке первая буква алфавита, которая называется «эй», она может читаться как «а», может читаться как «эй», может читаться как «э», а может вообще не читаться. В эсперанто, в алфавите эсперанто, каждой букве соответствует только один звук, и каждому звуку одна буква. Все. Это хорошо. Можно упростить грамматику, и она упрощена до предела. Это есть там гениальные, конечно, гениальные идеи, гениальные находки автора эсперанто. Самое главное, что там очень простая система глаголов. Глагол – самая сложная часть речи. И мы с вами теряемся, иностранцы теряются, когда, как перевести, «я был выгнем ши». Вот, в эсперанто все это делается очень просто. Кроме того, надо сделать так, чтобы язык был красивым. И это было сделано и автором эсперанто, и последующими его последователями, которые добавляли живую лексику в язык. Эсперанто звучит очень красиво. Я вам почитаю. И последнее, что надо сделать для того, чтобы писать на эсперанто – это рифм. Слова рифм. Слова рифм очень богаты. Может быть, несколько беднее, чем слова рифм русского языка, который занимает три вот таких вот тома. Но есть с чем работать. А самое главное, самое главное, что можно находить что-то новое. Еще не все докопано до конца. Можно находить. И я, когда работаю, я, когда пишу на эсперанто в оригинале, я стараюсь находить свежие рифмы, которых никто не употреблял никогда. А содержание, содержание, извините меня, это «Если человеку есть что сказать, то он на любом языке это скажет. Если он знает этот язык, было бы что сказать». И вот, кто пишет на эсперанто? На эсперанто пишут люди в разных странах, потому что нет такого народа эсперанто, как в известном анекдоте говорится. «Ты знаешь эсперанто?» А он отвечает, «Да, я там 10 лет жил». Нет такого. Люди, знающие эсперанто, разбросаны по всему миру. Их достаточно много. Некоторые из них пишут на эсперанто. Сколько? Я посчитать не могу, но если так примерно говорить, то это будет, ну, может быть, тысяча человек. Что такое тысяча человек? Да у нас в Ленинградской области больше поэтов, пишущих на русском языке, чем тысяча человек. В Тихвине, наверное, сотня поэтов наберется. Правда ли, Анатолий? Вот. Но, есть одно но. На эсперанто пишут люди, которые на своем языке родно уже проявили себя как известные либо ученые, либо поэты, лингвисты. То есть люди, которые способны своей идеей, то, что им есть сказать, способны передать наилучшим образом. Из этого надо исходить. Поэтому получается сразу сливки. Я выбирал для своей малой антологии, поэтому не по их влиянию в среде асперанто, а по своим собственным вкусам. То есть, кто мне нравится, того переводи. Большинство, конечно, большинство из выбранных поэтов, они входят как раз в ту категорию, которую уважают все. Но есть поэты, незнакомые многим людям, которые в пределах своей страны известны в асперанской среде, а есть, наоборот, известные всему миру. Таких большинство здесь представлены сорок одно имя. Сорок одно. По одному, по два стихотворения. Представлены разные школы поэзии. русская школа, шотландская школа, испанская школа. И это, я считаю, может быть, кто после меня продолжит это дело, сделает большую антологию, такую, как изданы на других языках. Вот, недавно мне прислали пока только обложку. В интернете получил фотографию обложки антологии поэзии асперанта на итальянском языке. Она издана в Риме, ну и я могу гордиться, что три моих стихотворения вошли в эту антологию, переведенные на итальянский язык. Издана антология поэзии асперанта на шведском языке, вот на итальянском вышла, на польском языке, на португальском языке, на испанском языке. Пока все, вот это значит очередной небольшой вклад в это дело. Я вам почитаю и представлю нескольких поэтов. Вот у меня я рассчитываю, что больше часа вас держать нельзя. Значит, останется время на вопросы. Некоторые немножко почитаю. Остальное вы можете, я вот эту книжечку подарю в библиотеке, уже подписал ее. Если хотите внимательно читать, как надо читать поэзию дома, для себя вслух впитывать, да, то можете приобрести эту книгу, я несколько экземпляров принес. Сегодня у меня распродажа, то есть я ниже издательской цены ее продаю, потому что мне важно, чтобы книгу читали, а не чтобы она лежала у меня. И я начну с конца. Почему? Потому что имена поэтов расположены по эсперантскому алфавиту. Здесь тексты на русском и на эсперанто. Вот с левой стороны на эсперанто, с правой перевод на русском. Имена расположены по алфавиту эсперанто и вот доктор эсперанто, которого уже убрали, Людовик Замингов, он получается на букву З, на последнюю букву алфавита. Я не стал его передвигать в начало, а пусть все идет по алфавиту, но тем не менее его стихотворение не то первое, которое было напечатано в первой книжечке. Стихотворение написано позднее, но оно стало программным стихотворением. Он его прочитал на одном из первых всемирных конгрессов эсперанто. И оно тоже очень такое, я скажу, это призыв. Я вам почитаю один куплетик на эсперанто, чтобы вы услышали звучание, а потом дальше на русском, перейду на русский. Вот это стихотворение дало название всей книги. лавоио поэсперанто, по русский путь. Траденсам аллуму брилетас латсело, алчив куражен иирас. Симиле алстело, эннокта чьело, ални пладиректом джидирас. Кай нин митимигас ланоктей фантомой, нег батой дель сорту, нег мокой дель хом, чак лар кай ректа, кай тре дефинита, джиэстас лавой электида. Очень простые рифмы. Тогда он не подбирал это начало. Поэтому рифмы у него очень простые. Но тем не менее, на русском языке можно было использовать все богатство русского языка. И я старался подбирать рифмы и размер сохранить, рифму подобрать поинтереснее. С отвагой мы к цели во мраке уходим, она лишь мерцает чуть-чуть. Подобно звезде на ночном небосводе она нам укажет наш путь. Судьба нас не жалует, люди ругают, но призраки ночи нас не испугают. Дорога, которую выбрали сами, ясна и лежит перед нами. Идемте же, други, к намеченной цели и смело, и гордо, и прямо, и малая капля на части разделит скалу, не спадая упрямо. Надежда, упорство, терпенье все это поддержит пути и добавит нам света. И мы шаг за шагом, трудясь на пределе, во славе придем к нашей цели. Мы сеем без устали, сеем и сеем, в потомках поймут нас народы. Пусть сотни семян мы по ветру развеем, но в радость нам дружные всходы. Куда? Отрекитесь, летят нам упреки, но сердце зовет нас, отпущены сроки, вперед же, вперед, будет внуком отрадой тот путь, что не стал вам преградой. Пусть листья увяли, пусть ветра влечения срывая уносит их прочь. Мы в этих ветрах обретем очищение и силу, чтоб все превозмочь. Теперь мы едины, а значит бессмертны, теперь нас не сломят ни штили, ни ветры, мы к цели однажды намеченной нами упорно шагаем рядами. Идемте же, други, к намеченной цели и смело, и гордо, и прямо, и малая капля на части разделит скалу, не спадая упрямо. Надежда, упорство, терпенье все это поддержит пути и добавит нам света, и мы шаг за шагом, трудясь на пределе, во славе придем к нашей цели. Вот это Людовик Заминбов. А теперь спасибо. А теперь я вернусь на первые страницы, потому что на первых страницах представлен кандидат на Нобелевскую премию, шотландец Вильям Ол. Он совершенно недавно ушел из жизни в очень почтемном возрасте. Он одно время являлся вице-президентом Всемирной Академии Аспиранта. Он был президентом, то есть Всемирной Ассоциации Аспиранта с 77-го по 80-й год, четыре года, там же выборы демократические. Был президентом Академии Аспиранта с 79-го по 83-й год номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Произведения Вильяма Олда переведены на 15 языков и переведены и изданы. Самое известное его произведение это поэма, большая поэма, которая называется «Ла инфанарасо», «Раса детей». Общий смысл этой поэмы в том, что мы, человечество, это раса детей. Мы только начинаем наше движение к цивилизации, то есть к высшему уровню. И поскольку мы братья, нам надо оставить все распри и вместе идти к совершенству. Вот я перевел кусочек из этой поэмы. Я не буду вам читать на эспиранта в целях экономии времени. Сразу начну на русском, да? Можно? Но я тоже размер старался сохранять везде. Вот из поэмы «Раса детей», часть первая. Привет мой брат Латошник, ты мой сородич дальний, в одно семейство свел нас оргазм какой-то давний. Привет судья суровый, с тобой мы братья вроде, ведь нас обоих создал все тот же зуб межбедер. Приди в мои обятия, брат негр, где б ты не был, нас развело когда-то деление о мебе, а и ты, Иисус, горячий южанин, да, но все же ты, брат мой, вопреки природной смуглой коже, которую напрасно потомки мыслят белый, ведь с жабрами недавно наш прародитель бегал. Пугающе плодится отцов лихое племя, спонтанно, непрерывно подстегивая время, в минувшие эпохи все продолжает виться, тонка, прочна, упряма и вечно жизни нитка, берущая начало вовне, где две частицы в космическом пространстве смогли соединиться, и жизни первый с полох образовался тайно, вот с этого момента я был зачат случайно, но если возомню я себя венцом творения, отцы мне шепчут, ведь не остановилось время, не ты продукт конечный движения слепого, и мир вперед стремится и возродится снова, от праамебы и до тебя всего секунда, и род людской в начале пути еще покуда, ты словно доф владенца, ты лишь звено, поверь, в цепочке непрерывной, и ты живешь теперь, привет вам предки, время прошло уж ваше тоже, смелее люди, братья любого цвета кожи, нас призрачное время рассеяло по свету, оно же соберет нас, конца той цепи нету, в которой мы как звенья, и звенья длятся, длятся, пусть слепо, пусть на ощупь, вперед, смелее братцы, это Велимон, ну, а я не буду вам все разумеется читать, вот испанская школа, испанская школа, она очень молода, там люди от 20 до 50 лет возраста, очень замечательные поэты, их много, с лучшими из них, я знаком лично, и поэтому я просто запросил у них, они с удовольствием прислали мне свои сборники, мало того, подчеркнули, что бы им хотелось, чтобы я перевел, вот, я хочу такой очень, я бы сказал, не очень приятный в быту, такой задиристый молодой человек, но замечательный поэт, у него вышло 6 сборников стихов больших сборников на эсперанто и еще несколько на испанском языке, вот, он пишет, он раньше писал в рифму, сейчас есть мода писать без рифма, белые стихи, вот он попросил меня перевести, дал, вернее, разрешил перевести три белых стиха, один я из них почитаю, он родился в Испании в 66 году прошлого века, по образованию филолог-арабист, в течение 15 лет работал конференц-переводчиком в учреждениях Европейского Союза, в настоящее время является сотрудником испанской национальной библиотеки, вот наврал я, он автор девяти поэтических сборников на эсперанто и двух на испанском языке, вот такой у него расклад, вот я вам почитаю искусство поэзии, его стихотворение, зря остроумный Роберт Фрост сказал, что поэзия есть то, что утеряно в переводе, нет, поэзия есть то, что остается, рифмы, ритм, пейзаж слова это макияж, образы, идеи, сравнения и контрасты это суть, иначе никто и не читал бы поэму Гильгамеша, Одиссею, стихи династии Тан, японские Хокку и Танка, Рубаи Амара Хаяма, поэзия есть то, что остается. Вот это испанская школа. Ну, я старался взять поэтов с разных континентов. Вот доктор наук, сотрудник ООН, профессор из Бразилии Сила Чарес. Он поэт-песенник, автор нескольких поэтических сборников. Такой легкий его стих «Ты помнишь ли» называется. Ты помнишь ли закат назвал пылая весна и голубые небеса. Тебя я видел, я пылал, желая. Кто виноват? Да лишь твоя краса. Мы на прогулке, нас зефир целует, целует небо ранних звезд полет. Тебя целую, поцелуй волнует. Кто виноват? Лишь поцелуи в мед. По берегу мы в сумерках шагали, цикады сладко пели в этот час, лягушек хор и птицы щебетали. Сердца кратки, но плоть лесой проснулась, а мы упрекать не стоит нас. Мы были молоды и виновата юность. Вот. Так. Возьмем дальше, что вам почитать. Ну, эстонская поэтесса, переводчица Кильда Дрезен. Я с ней познакомился, когда я был совсем молодым, а она была уже старушкой. Вот. Ну, поговорили, пообщались, несколько раз мы встречались с ней. Вот ее стихотворение такое. Март военный. Грустно, без солнца Март, снегопад, снегопад, вниз летят монотонно тихих снежинок тонны, будто бы хочет снег нас успокоить всех, белым загладить грусть, страшных событий груз, хочет на завтра чистым, чистым белым покровом лечь, улыбаясь солнцу над пролитой кровью. Вот. Сейчас еще что-нибудь. Вот такая вещь. Тоже знал этого поэта. Он намного старше меня был. В 2003 году ушел. Адо де Джорджи, итальянец. Редактор газеты Вестник Аспиранто, член Академии Аспиранто. Вот такое стихотворение немножко странное, но очень интересное. Сижу на берегу реки и ожидаю. Вот притча из Китая. Говорят, что когда-нибудь я увижу плывущий мимо труп врага. Сижу на берегу реки и ожидаю. Жду так долго, что засыпаю и падаю в реку. Может быть, враг мой, сидящий на берегу когда-то увидит. Вот. Ну, кого еще? Сейчас найдем, выберем. Альберт Гудхайр. Альберт Гудхайр это голландец, который переехал в Англию. Он известен, чем он причислен в Израиле к праведникам мира. То есть, он спасал еврейское население во время оккупации. У него две семьи жили в подвале. Он протестантский священник по профессии. Протестантский священник. Он выпустил два поэтических сборника. Я его не застал, но зато я застал. Он умер в 95-м году. В 96-м году я приехал в Англию и застал его жену. Такая бравая бабушка, она мне рассказывала о нем. Она водила меня на машине, она так лихо вела машину по автостраде, что я даже немножко испугался. Потом я ей сказал, а ей было уже где-то за 80. Я говорю, вы ее звали Филис. Филис. А вы Филиция по-нашему. Вы так хорошо водите Филиция. Я в восторге. Она даже немножко обиделась. Она говорит, да вы что, я во время войны в Южной Африке грузовики водила. Вот такие люди. А вот ее супруг. Четверостише я вам почитаю. Тут есть еще стихотворение подлиннее, но четверостише и диалектика называется. Космос и мозг. Синтез слова. Бык и трава. Синтез навоз. Вот. Антони Грабовского. Это длинно, это вы сами почитаете. А, вот. Вернусь к русской школе. Николай Хохлов, поэт, переводчик, литературный критик, с 18 по 28 год жил в эмиграции, потом вернулся. Умер в 53 году, он 891 года рождения, он издал единственный поэтический сборник, сборник классический. Классический. Вот одно стихотворение, называется Шантеклер. Знаете, что такое Шантеклер? Петух. Привет тебе, вестник Зари, о, как рано кричишь ты, мой друг, еще далеко до рассвета все мгла укрывает вокруг, и спит еще мир населения, и сладко вздыхает во сне, и сумерки бродят по полю, и сыплют росу в тишине, лишь мы часовые дежурим бессонно на нашем посту. Кричишь ты, стихи я слагаю и в сердце лелею мечту, быть может никто и не слышит тебя и не знает меня, все к правде стихов равнодушны молчание храня, пустяк. Солнце так же приветствуй, о, вестник Зари, о новой Заре, о приходе грядущего дня говори, и я новый день воспеваю прихода рассвета я жду сокрытого в душах людей за горой в потаенном саду. Кричи же, обгол златоперый, пускай после вахты ночной поэт и петух возглашают явление Зари вновь и вновь. Проснитесь и слушайте в сердце надежду храня, то крик часовых возглашает рождение нового дня. Вот. Рейна де Йонг Нидерланды, преподаватель, неоднократный лауреат международных конкурсов поэзии, переводчик прозы голландских писателей, автор трех поэтических сборников, маленькое стихотворение «Абсурд». Все мы говорим на одном языке нидерландском. Я знаю его слова, но не понимаю. Чтобы развлечься, я изучила асперанта. Теперь я понимаю некоторых земляков. Так, я хотел вам почитать Людмилу Евсееву. Людмила Евсеева. Она не жила в России. Она родилась в Риге и всю жизнь прожила в Риге. Она русская. Она писала в основном стихи для детей. Вышло несколько ее книжечек. Я ее застал, познакомился с ней, когда совсем пацаном был. Ну, вот я вам маленькое стихотворение почитаю о наивном мышонке. Мышонка как-то на чердак завел нежданный случай. И повстречался он вот так, вдруг с мышкой улетучей. Мышонок задрожал, сбежал и маме прокричал, я ангела на чердаке сегодня повстречал. вот. Ну, и чтобы закончить, что еще? Бразилию я вам уже читал. Ну, давайте Японию. Где у меня Япония? Вот, Миямото Масау. Миямото Масау. Это не хокку и не танка. Это другой жанр поэзии, с которым я познакомился только вот, когда начал его переводить. Он называется Длинная Ута или Нагаута. Нагаута. И к ней идут еще припевы, которые называются Каэси Ута. По одному, по два припева. Вот, Нагаута это жанр японской поэзии. Каэси Ута это пятистишие танка, являющиеся приложением к Нагаута. Каэси Ута может быть несколько и разных по характеру, но чаще всего бывает одно или две. Вот, называется это Нагаута. Нагаута об Энатере. Любовное стихотворение. Что такое Энатера? Я начал искать, я не знаю такого слова, но когда я узнал, я нашел даже фотографию. В Крыму сфотографировал этот цветок давно. Он называется несколько, у него есть еще название в русском языке Ночная свеча или Лунник желтый. Род растений семейства Кипреиде. Больше ничего не могу вам сказать, фотографию не взял. Итак, Нагаута об Энатере. Ушел я с ней в луга, был ранний вечер, ласкал нас ветер, цвели ночные свечи. Речушка рядом нам ласково журчала, трава густая приветливо встречала, но было грустно, и оба мы молчали, ведь о своей судьбе уже все знали. Пойдем обратно, ты наклонясь сорвала цветочек желтый, о, как он пах сначала, струился запах тот в сумерках над нами, переполняя надеждами, мечтами. Другому стала потом она женою, семнадцать мне, и зачем ей быть со мною? Так отжурчала и сладостью, и болью все, что я звал любовью. И идет два припева, две Каесиута. Первая, скупые слезы, стекая в бесконечность, в янтарном свете свеч ночных волшебных обречены на вечность. И вторая, паря желтея, цветут ночные свечи в лугах у дома, за далью лет подруга здорово ледолече. Вот, тут многое можно читать, но я гляжу на часы и вижу, что надо дать вам возможность почитать самим это. Пожалуйста, вопросы, если есть. Какие планы? Планов громадье, Нина Алексеевна. Планов громадье, возраст не позволяет их расширить. Могу сказать, значит, что готово. Вот, готов сборник на 600 страниц, который выйдет в Польше. это сборник поэзии Восипа Мандельштама в переводе на асперанто. Я, естественно, с таким объемом не справился бы один. Я собрал команду отличных переводчиков, семь человек. Замечательные люди. Вот, Люда Новикова из Москвы, Рустам Карапетян из Красноярска, отличный детский поэт, переводчик. Вот, Валентин Мельников, Клара Ильютович. Замечательные переводы сделаны. Я сам сделал более 50 стихотворений Мандельштама. Проза переведена тоже. Предисловие к этому изданию написала по моей просьбе. Познакомился я Вера Владимировна Калмыкова, доктор наук, крупнейший специалист по Мандельштаму, скажем так, Мандельштаму Вет, составитель Мандельштамовской энциклопедии. Вот, я ее попросил, она написала на русском языке предисловие большое. Я его перевел. Книга должна выйти на двух языках, на русском и на аспиранте. будет очень объемная, она уже ее вычитали. Как правило, берутся три пробных читателя авторитетных. Вот, в частности, читал профессор Карл Миная из Италии, которому я хочу подсунуть свою книгу, которую заканчивают тоже на пробную читку. сейчас книга сверстана, готова к публикации, сделана эта работа. Я рассказывал уже здесь, по-моему, что я перевел на эсперанто прозу Дину Ильиничну Рубину, роман «Белая голубка» Кордой. Да. Он был издан очень, очень мне нравится, по-моему, это лучшие ее произведения, у нее есть другие хорошие произведения, ну, это, да. И вот. Михаил Александрович, а прочитайте стихотворение на эсперанто. Вышла эта книга, сейчас вышла нет, еще одну. Вышла другая, я почитаю, почитаю, вышла эта книга, вышел вот этот сборник стихов на русском языке «Стареем не мы, братцы». Я его вам уже дарил, я принес несколько штук, это мое оригинальное стихотворение на русском языке. И сейчас я пишу большой роман о Семене. он так и будет называться «Сага о Семене». Вот такая первая мысль, которая или будет называться «Сны о Семене». Кто такой Семен? это доктор наук Семен Нович Подкаминер, петербуржец, интеллигентный человек из интеллигентной семьи, его отец руководил военным оркестром, потом на Каменно-Островском проспекте держал музыкальную школу, вот, а сын, который родился в 1901 году, закончил гимназию престижную, учился в одном классе с Вольфом Мессингом, если это что-то вам говорит, вот, и он «Гимназия Майя»? «Гимназия Майя»? Она называлась «Гимназия Эйзенбета», вот, и кое-что он мне рассказывал, я застал его еще, был знаком с ним, несколько раз был у него дома, кое-что мне рассказала его внучка, допустила меня к его архивам, кое-чего никто не знает, в частности, когда он умер, на похоронах было человек 300, и вот, когда уже появилась могила, подъехала черная Волга, из нее вышли четыре товарища в черных костюмах и положили на могилу венок с лентой председателю ветерана, председателю совета ветеранов ГРУ от коллег. Что такое ГРУ, вы знаете? Не знаю. Не надо говорить. Вот это другая часть его жизни, которую мне приходится додумывать. Я полазил по архивам, я нашел интереснейшие вещи, которых, наверное, не видел никто уже десятки лет. В частности, в архиве ЦГАПИД, Центральный государственный архив историко-политической литературы возле Смольного, я нашел беседу с ним, которую провел некий инструктор Ленинградского горкома партии, беседу о его работе в войну. Он всю войну провел в блокаде, от этого у него исчезли его прекрасные волосы, он облысел и выпали зубы. Но он провел в Ленинграде в осажденном всю войну, и он работал в седьмом отделе, это отдел пропаганды на немцев. Готовил листовки, засылал людей, которые распространяли листовки, брали языков, что такое языки, вы знаете, да? Офицеров немецких арестов, значит, ловили и тащили к нам. Вот. он рассказывает о методах работы, интереснейшие вещи, они придумывали, чтобы агитировать немцев, не только немцев. Ленинграда кружали голубая дивизия, испанская добровольческая дивизия, 10 тысяч человек, финны, эстонцы. Вот. он готовил пропаганду для всех, значит, пропуска к нам, чтобы люди сдавались, и многие начали сдаваться, начиная с конца 42-го, начало 43-го года, переходить к нам. Вот, я это использовал, многие другие вещи. сейчас как бы в стадии подходящей к окончанию эта работа. Вот. Договорился уже с издательством московским, они издадут это как обычно за свой счет. А вот это необычно, это я издал за свой счет. Единственная книга из этих вот, из других, которые у меня изданы, единственная книга, которую я издал за свой счет, потому что я считаю, что важно представить вам и другим людям в России поэзию Эсперанто. Почитать на Эсперанто вот что-нибудь маленькое я прочту, но не буду читать. Может, обижу немножко сидящих здесь присутствующих дам, но у него вот такое стихотворение есть, называется Констату на Эсперанто по-русски умозаключение. Такой крик души. Умозаключение. Женщине какая цена? Прелесть тела, мысли и пена, хитрость, алчность и измена вот ее основа. Нет весомее причины для печали, для крючины. Не имеем мы, мужчины, спутника иного. Спасибо. Расскажите, как вы работаете? Как вам хватает времени на все это? Так, Юрий Галианович, как бы вечера у меня все свободны, меня почти не дергают по вечерам. Вот. Выходные для размышлений тоже есть, да. Вот, если удается написать две-три странички в день, это хорошо. Если переводы, это совсем другое дело, там бывает, переведу и 10 и 15 страниц, а потом на одной споткнусь и сижу на какой-то фразе неделю, да. Вот как перевести, вот у Дины Рубиной в этом романе «Обманули дурака на четыре кулака». Как перевести на эспираторе? Что такое «Обманули дурака на четыре кулака»? Как объяснить иностранцам? Вот сижу, думаю и придумываю в конце концов варианты. Вот так и работаем. Так и работаем. Слава Богу, первый свой роман «В Ямбурге не стреляют» я писал вручную, ручкой, своим корявым почерком. А сейчас это хорошо. Сейчас есть компьютер, да. Я не храню, принципиально не храню черновых на работах. все уничтожаю, остается только чистовой текст в конечном счете. Я его передаю пробникам, пробным читателям, на которых испытываю. Они мне дают замечания, я кое-что правлю, кое-что не правлю, потому что если лезут в мой стиль, то я отказываюсь это править. А если по делу, то это по делу. Но, как правило, больше по делу. Вот. У вас создает вот так получается, чтобы вы и садоводчество, и творчество соединяли вот это вместе. У вас было одно стихотворение, там, у меня один гриф вырос на участке. Я сам не помню. Просто вы на соседней улице со мной живете. Спасибо. Значит, что я скажу? Здесь сад, летом я мало работаю, имея в виду за компьютером, да? Летом. Летом я работаю на работе и в саду. Дышу воздухом. Вот, дышу воздухом. Тоже есть масса стихов на эту тему. Заходите в Facebook, читайте сегодня. Книжечки у меня запечатаны. Читайте. Вот. Ну, все, наверное, да? Хватит? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Все.